Вы слышали про последние исследования ученых, которые пришли к выводу, что наша Вселенная — это полноценный живой организм. Что звезды, планеты и все на них, включая нас, — это часть одного большого тела. Безумие, да? Но почему тогда наш мозг сделан по тому же принципу, что и Вселенная? А в конце я расскажу, как звезды общаются между собой, и вы точно удивитесь. И я не шутил, когда говорил про человеческие мозги как образец устройства Вселенной. Если внимательно рассмотреть космическую паутину, которая состоит из огромных нитей галактик, разделенных между собой колоссальными пустотами, и сравнить ее с сетью нейронов в мозге человека, можно заметить удивительное сходство между этими двумя структурами. Насколько же правомерно такое сравнение? Мозг весом около 1,3 кг содержит примерно 100 миллиардов нейронов. Число нейронных связей в мозге превышает количество галактик в нашей Вселенной. Это сходство стало очевиднее, когда астрофизик Франко Ватца и нейробиолог Альберто Филетти численно сравнили эти две структуры. Их исследования показали поразительное сходство, что провоцирует множество размышлений, включая даже предположение, что наша реальность может быть не более чем симуляцией. Или что скажете про зрачки глаз и фотографии Вселенной с телескопов? Дальше я вам расскажу про кучу совпадений, которые трудно отрицать даже ученым. Но давайте будем идти постепенно. Раз начал с головы. Человеческий мозг действительно является одним из самых сложных объектов во Вселенной. Он управляет каждым вашим действием, мыслью, эмоцией и словом, формируя вашу индивидуальность и обеспечивая повседневную деятельность. В мозге взрослого человека насчитывается около 100 миллиардов нейронов, как я и говорил ранее. Каждый нейрон связан примерно с тысячей других, что в сумме дает 100 триллионов соединений. Представьте, если бы вы попытались посчитать каждую клетку в мозге, вам потребовалось бы более 3000 лет. Каждый участок мозга выполняет свою уникальную функцию. От мышления до сохранения воспоминаний, от движения рук и ног до восприятия запахов и звуков. Все эти действия и чувства создаются благодаря сложной сети нейронных связей, которая включает в себя иерархически организованные узлы и кластеры. Интересно, что нейроны составляют менее 25% массы мозга, а оставшиеся 75% — это вода. Совпадение или нет, но аналогично мозгу, наблюдаемая Вселенная содержит приблизительно 100 миллиардов галактик. Динамика между гравитационным притяжением и ускоренным расширением формирует космическую паутину из обычной и темной материи, напоминая структуру мозга. Интересно, что галактики группируются на пересечениях галактических нитей, оставляя пустые пространства между собой. Подобно мозгу, где большая часть невидима из-за воды, во Вселенной лишь около 25% материи видимы, а 75% занимает таинственная темная материя. Совпадение. Как думаете? А что говорят ученые? В недавно опубликованном исследовании в научном журнале Frontiers in Physics астрофизик Франко Ватца и нейробиолог Альберто Фиетти обсудили удивительное сходство между структурами Вселенной и человеческого мозга. Они отметили, что, несмотря на принципиальные различия в физических взаимодействиях этих систем, изображения, полученные с помощью микроскопов и космических телескопов, поразительно схожи. Исследователи тщательно анализировали изображения космической паутины и нейронных связей, используя метод, известный как «анализ спектра мощности». Этот метод, традиционно применяемый в астрофизике и космологии для исследования распределения галактик, помог им измерить мелкомасштабные флуктуации в моделировании галактик и структурах мозга, включая мозжечок и кору головного мозга. Франко Ватца и Альберто Филетти составили сравнительную модель, изучив флуктуации вещества и структурные, морфологические и сетевые характеристики в обеих системах. Они обнаружили, что в среднем количество соединений в каждом узле и тенденция к кластеризации выражены в обоих случаях. Очень примечательно, что распределение колебаний в нейронной сети мозжечка, которая измеряется в масштабах от 1 мкм до 0,1 мм, следует той же прогрессии, что и распределение материи в космической паутине, но на гораздо более крупном масштабе, от 5 до 500 миллионов световых лет. Эти результаты не только подтверждают поразительное сходство в структуре мозга и Вселенной, но и предоставляют новые возможности для понимания их функционирования. И сейчас есть даже исследовательский центр, который занимается этим вопросом. Но если ученые находят параллели между такими сложными структурами, как мозг и Вселенная, то почему бы не провести аналогичное сравнение с другими похожими объектами? Действительно, в рамках своего исследования ученые также анализировали спектры мощности различных сложных систем, включая изображения ветвей деревьев, облаков и водных потоков. Спектры мощности сами по себе не отражают полную сложность системы, поэтому важно подчеркнуть, что сходство между космической паутиной и нейронной сетью становится очевидным только при сравнении определенных масштабов каждой из систем. В ходе изучения ученые обнаружили, что среднее количество соединений на узел и способы их группировки в обеих системах выявляют поразительные параллели. В очередной раз структурные параметры выявили неожиданные уровни согласования. Вероятно, связь внутри этих двух систем развивается по сходным физическим принципам, несмотря на поразительную и очевидную разницу между физическими силами, регулирующими галактики и нейроны, отмечает Франческо Филетти в своем интервью для The Independent. Пугает, правда? А что если применить теорию Дарвина на звезды и планеты? Тема эволюции во Вселенной, предложенная физиками, расширяет традиционное понимание этого процесса, выходя за рамки живой природы. По новой гипотезе, эволюция характерна для всего сущего, от звезд и атомных конструкций до кристаллических решеток металлов и камней. Как это работает? Согласно этой теории, естественный отбор может отбраковывать звезды, которые неудачно созданы природой, подобно тому, как это происходит в биологическом мире. Эта идея вызывает вопросы о традиционных представлениях, уходящих в XIX век, о том, что Вселенная стремится к упрощению, к состоянию с минимальной энергией, и что в процессе жизни все лишь разрушается. Третий закон термодинамики, утверждающий, что разрушение проще, чем создание, в этом контексте кажется недостаточным для объяснения глобальной картины развития Вселенной. Например, наблюдение за Вселенной показывает, что она становится все сложнее, начиная с первичного состояния, состоящего в основном из водорода, через формирование новых химических элементов, в результате ядерных реакций в звездах, до возникновения жизни на Земле и, возможно, где-то еще. Физики утверждают, что это усложнение всего сущего напоминает дарвиновский естественный отбор. Например, огромные звезды, которые можно сравнить с динозаврами по своим размерам, уже не существуют в настоящее время и их можно считать вымершими, что также вписывается в концепцию эволюционных изменений. И, поднимая вопрос о том, можно ли назвать Вселенную организмом, мы сталкиваемся с философской дилеммой. Является ли все сущее живым и обладает ли Вселенная разумом? Это представление открывает новые горизонты для размышлений о природе всего существующего и его взаимосвязях. А что думаете про версию, что мы в масштабе Вселенной просто ничто? То, что для нас кажется огромным, на самом деле считается такой же мелочью, как атомы для нас. Эта гипотеза представляет собой взгляд на космос как ножевой, органический комплекс, в котором масштабы разных форм жизни растягиваются от микромира до макромира. И да, это не только мнение современных ученых. Гипотеза напоминает древнее представление о Вселенной, где каждый элемент связан с другим, а каждый уровень реальности отражает другие уровни. Идея, которая находит отражение в многих культурах и религиозных учениях. Применение принципа подобия Гермиса к человеку, рассматриваемому как часть более крупного космического организма, вводит фасцинирующую идею о том, что мы, возможно, являемся аналогичными структурными элементами в теле какого-то макрочеловека. Подобно тому, как атомы и молекулы формируют наши тела, звезды и галактики могут формировать организмы на космическом уровне, размер которых нам трудно себе представить. Если допустить, что наша Вселенная – это лишь один организм среди множества других в неком гипотетическом макрокосме, это подразумевает существование иных макровселенных, где также могут развиваться формы жизни, возможно, совершенно отличные от наших. Этот взгляд расширяет представление о многообразии жизни во Вселенной, предполагая, что жизнь может существовать на разных уровнях организации и в различных масштабах. И как тогда выглядим мы на нашей планете? Если рассматривать Землю как электрон в атоме кислорода, который, в свою очередь, является частью более крупного космического организма, то можно предположить, что на каждом уровне масштабов существуют собственные, уникальные формы жизни. Это поднимает интересные вопросы о природе сознания и жизни, а также о том, как масштабы влияют на наше понимание реальности. И мне даже представить трудно о том, частью какого организма мы с вами можем являться, если Земля – просто часть молекулы в нем. Теория, которая просто разрывает все шаблоны. Но так бывает часто, когда величайшие открытия науки заставляют нас пересматривать взгляды на устройства мира. Так, метафора макро-человека, в которой Вселенная представлена как живой организм, находит удивительные параллели в современной астрофизике и развитии человеческого эмбриона. Представьте, рост человеческого эмбриона, увеличивающийся в 50 раз всего за 30 дней, напоминает астрономическое событие, известное как Большой Взрыв. Однако, в отличие от хаотичного и непредсказуемого Большого Взрыва, развитие эмбриона следует четкому предопределенному плану, без каких-либо черных дыр или сингулярностей, где материя достигает бесконечной плотности. В живых организмах все строится и развивается по понятным и измеримым законам природы. Именно такие наблюдения подводят нас к интересному выводу. Возможно, наша Вселенная тоже развивается по какому-то внутреннему заранее заданному сценарию, больше похожему на рост организма, чем на случайный хаос. Это мысль, которая уходит корнями в идеи Гермеса Трисмегиста, древнего ученого, который видел мир как единое живое целое и впервые пытался изучать Вселенную, я еще расскажу про его теорию. Даже Стивен Хокинг, великий ум прошлого века, к концу жизни начал сомневаться в своих теориях о черных дырах, что может свидетельствовать о кризисе в современной космологии, основанной на теории Большого Взрыва. Эти сомнения ученого поднимают вопросы о корректности наших представлений о космосе. К тому же закон Хаббла, который говорит, что чем дальше находится от нас звезда, тем быстрее она удаляется, тоже находит свои аналоги в биологии. Так, в растущем организме каждая клетка также удаляется от центра роста, что аналогично расширению Вселенной. Опять совпадение? Но давайте расскажу про мысли древних, как и обещал. В мире научных открытий иногда возникают теории, которые кажутся скорее частью мифа или фантастики. Однако идеи Гермиса Трисмегиста о мироустройстве, сравнивающего Вселенную с живым организмом, находят подтверждение в современных астрономических исследованиях, думаю, с этим вы не будете спорить. В середине прошлого века астрономы обнаружили, что сверхскопления галактик формируют структуры, напоминающие клеточное строение. Эти масштабные клетки Вселенной представляют собой огромные пустоты, окруженные галактиками, что можно сравнить с клеточной мембраной, ограничивающей и защищающей живую клетку. Еще одно удивительное открытие было сделано благодаря космическому телескопу Спитцер, который зафиксировал звездную систему, удивительно напоминающую по своей структуре молекулу ДНК. Эта система, раскинувшаяся на 80 световых лет, представляет собой две переплетенные цепочки звезд, что является ярким примером космического порядка, сходного с биологическими структурами. Обширные исследования размеров нашей Вселенной, основанные на различных методах, также косвенно подтверждают идеи Гермеса. Например, оценки, предложенные им в размере 20 миллиардов световых лет, весьма близки к современным научным предположениям. Интересный феномен нарушения закона Хаббла на расстояниях более 20 миллиардов световых лет свидетельствует о возможном существовании областей за пределами видимой Вселенной, что также может указывать на сложную, многоуровневую структуру космоса, предполагаемую Гермесом. Кроме того, данные, полученные от космического зонда ВМАП, выявили необычные области с повышенным и пониженным уровнем излучения, что напоминает анатомию человеческого тела, вытянутого вдоль оси и сжатого поперечно. Эти данные могут свидетельствовать о том, что Вселенная не является идеальным шаром, как предполагалось ранее, а обладает более сложной и асимметричной формой. Вот теперь и думайте, миф это или какие-то древние знания. Но некоторые современные ученые решили пойти еще дальше. Идеи Руперта Шелдрейка и Грега Мэттлоффа о том, что звезды могут обладать сознанием, действительно звучат как шаг назад к детским представлениям о Вселенной. Но также они могут открыть новые направления в научных исследованиях. Что такого в их теории? Шелдрейк предполагает, что Солнце и другие звезды могут регулировать свое поведение и даже общаться друг с другом через вспышки и корональные выбросы масс. Эти идеи вызывают много споров и скептицизма, ведь они предлагают совершенно иную картину космоса, где звезды ведут себя подобно живым существам. Мэттлофф, известный своей работой в НАСА, выступил с предложением отказаться от теории темной материи и рассмотреть возможность того, что звезды могут иметь собственную волю. Это предложение в корне меняет традиционный взгляд на астрофизику и требует нового подхода к изучению Вселенной. Как это работает? Каждый импульс или вспышка на Солнце — импульс, как в нашей нервной системе, когда мы пытаемся выполнить какое-то действие или организм сообщает какую-то информацию. И это вполне вписывается во все те совпадения, которые я описал вам выше. Ведь многие явления и выбросы, которые происходят во Вселенной, до сих пор не могут понять. Такие теории не только вызывают научные дебаты, но и привлекают внимание к фундаментальным вопросам о природе сознания и жизни во Вселенной. Несмотря на то, что идеи о сознательных звездах кажутся нам экстравагантными, они могут стимулировать дальнейшие исследования, которые, возможно, приведут к новым открытиям в космологии и физике. А вы что думаете? Имеет ли право на жизнь такая безумная теория? Пишите свое мнение в комментариях, я с удовольствием прочту, ведь все звучит очень стройно и логично. А если вам нравятся интересные истории, вы умеете писать сценарии, монтировать или озвучивать ролики, то переходите в Telegram-бот по ссылке в описании. Буду рад сотрудничать с вами, и спасибо за просмотр, друзья!